ПОДМОСКОВИЯ В спортивной школе «Сатурн» собрались почти 80 бойцов. Как вы заметили, организация турнира такая камерная, и чувствуется напряжение в атмосфере. Почему? Потому что, а, это боевое искусство, то есть здесь очень четкое должно быть судейство, а судейская бригада сегодня достаточно титулованная, обязательно медицинское сопровождение, родители очень трепетно относятся к результатам своих детей. Я воспитываю учеников, спортсменов молодых, и часто катались на соревнования, ездили, и выступать, по сути, было мало где, а чтобы это было по-простому, с душой, и получали ученики опыт. Мы подумали, что такого, как у нас, мы нигде не смогли найти, и создали максимально простую, но в то же время уютную атмосферу для всех желающих участников. По сравнению с прошедшими годами, видно, что спрос на это вырос, сейчас стало очень много школ, боевых искусств, новых клубов, и поэтому я считаю, что очень сильно развивается, плюс у нас подключились телеканалы федеральные, то, что те, что транслируют записи, и поэтому в целом популяризация боевых искусств у нас очень сильно растет. Растет и уровень подготовки бойцов. Участниками любительского турнира «Белые воины» в основном являются воспитанники военно-патриотических клубов, но спортивного азарта и воли к победе у них не меньше, чем у профессионалов. Амирхан Хаконов – чемпион Москвы по панкратиону. Спортсмен, не боится взглянуть в глаза противнику и хорошо владеет ударной техникой. Я выступал на соревнованиях недавно, выиграл их, было три боя. Первые два выиграл удушающими, и последние уже по очкам, чисто духом выиграл, так сказать. Дальнейшие твои планы какие? Ну, сегодня выиграть бой, пока других планов нет, установка дана. Сильные какие-то травмы были у вас? Ну, не особо. Пару раз колени вылетали, и все. Не особо считаете? Ну, в нашем виде спорта не особо, я же еще здесь стою. В двух словах звучит, что это бои без правил, это для простых, да, там, далеких людей от этого спорта, но, к счастью, это не так. У нас очень много ограничений, и по статистике это безопаснее, чем многие виды спорта не связаны с боями. То есть у нас нельзя бить затылок, позвоночник, пах. Лучший нокаут, лучший болевой и самый зрелищный бой. По таким номинациям разыгрывались кубки турнира. Екатерина Алфимова, Андрей Пластунов, Алексей Гущин. Для программы «Городские вести». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова